ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В этом году в июне мы успешно завершили первую фазу и в данное время приступаем к реализации второй фазы. В рамках первой фазы достигнуты хорошие результаты на национальном и на региональном уровне. Мы оказали поддержку в процессах стратегического планирования устойчивого развития в рамках глобальных инициатив по продвижению вопросов устойчивого развития. В рамках второй фазы мы будем продолжать начатую работу по основным направлениям. Основной фокус будет уделен региональному аспекту. То есть реализации, разработки стратегии устойчивого развития южных областей и Айлёд Мойту. По второму направлению мы будем работать с Национальным статистическим комитетом Государственного агентства по охране окружающей среды по вопросам экономики и экологии. Для получения более эффективных результатов инициатива «Бедность и окружающая среда» тесно сотрудничает с правительством Кыргызской республики, проводит консультации с национальными партнерами по обсуждению результатов совместной деятельности, а также планов работы. Все инициативы, они больше обсуждаются и больше рассматриваются на национальном уровне. Но чтобы вот этот вот разрыв сократить, и чтобы в регионах на местном уровне всерьез задумывались о выходе на устойчивую позицию развития с регионами, надо работать системно. Я думаю, что вот как раз в этом плане проект очень хорошо в первом фазе поработал. Наладилось такое партнерство. Все госорганы ключевые, которые вовлечены, это вот Министерство экономики, плюс Агентство охраны окружающей среды, Агентство подземного местного самоуправления, межриджевских отношений. При поддержке инициативы совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития для Кыргызстана был сформирован индикатор зеленого роста. Основными партнерами выступило правительство Кыргызстана в лице Министерства экономики, Национального статистического комитета и Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству. Это было очень эффективное взаимодействие. Почему? Потому что под одним зонтиком действительно собрались много ключевых вот таких партнеров, и мы получили действительно эффективное взаимодействие с Министерством экономики и с другими министерствами. Мы раньше работали на бумаге, то есть передавали друг другу документы на согласование, то здесь мы получили живое общение, в результате которого мы выявили и проблемные точки для себя, также получили очень хороший продукт в лице дорожной карты, в лице руководства и в лице самой матрицы зеленого роста. В течение трех лет инициативой ПРООН и ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» повышен потенциал сотрудников государственных ведомств, органов местного самоуправления, средств массовой информации на национальном и местном уровнях в области устойчивого развития и стратегического планирования. Для сотрудников пресс-служб и журналистов проведен ряд мероприятий по вопросам освещения деятельности, значимых для Кыргызстана проектов. Министерство и ведомства должны донести до народа те реформы, которые прописаны в национальной стратегии и должны отчитаться и рассказать о том, что делается. Сегодняшний цель семинара на самом деле это просто еще раз пройтись по национальной стратегии, по программе, по приоритетам, по реформам и, скажем так, сделать выводы, какие пробелы у нас есть, где мы успешно работаем и как мы эффективно можем это донести до регионов страны. В рамках деятельности инициативы «Бедность окружающая среда» и программы «ПРООН» комплексного развития на Рынской области проведена инвентаризация и экономический анализ пастбищ пятипилотных Айлёк-Мэтю на Рынской области и внедрена система электронного управления пастбищами. Данная электронная система принята на баланс Министерства сельского хозяйства и мелиорации для дальнейшего распространения по всей республике. Кем, кай жер meal, качан, кай дуральнейшие мероприяты, кай дуральнейших Renee. Мы слайдали, кай жердам. Кем жердали, кай дуральнейших Relativку, кай дуральнейших Министерства сельского хозяйства, кай дуральнейших страны, кай жердам. В данном регионе 46% семей являются бедными, поэтому реализация инициативы бедности окружающая среда стала как-никак кстати. Данная инициатива, реализуемая ПРООН и ЮНЕП при содействии правительства Кыргызстана, предусматривает оказание финансовой и технической поддержки для сокращения бедности, а также решению экологических проблем в стране. В рамках инициативы бедности окружающая среда в Сусамудском Айлюкмыты был открыт швейный цех, благодаря которому рабочими местами было обеспечено 15 человек. Работает цех в основном на заказ, у которого есть своя постоянная клиентура. Кстати, работой были обеспечены только представители из малообеспеченных семей. Кроме этого, цех при поддержке ПРООН и ЮНЕП закупил оборудование для расчёса шерсти. Теперь жители Аильного округа не ездят за 100 километров в Карабалту и экономят не только время, но и деньги. Руководитель швейного цеха намерен расширить свой бизнес. Усилиями инициативы ПРООН и ЮНЕП «Бедности окружающая среда», а также проекта ПРООН «Управление климатическими рисками» в Аильном округе для решения проблемы с захоронением падшего скота был построен скотомогильник. По словам местных жителей, ранее трупы животных выбрасывались в открытой местности, что могло стать причиной распространения инфекционных болезней и загрязнения окружающей среды. В общей сложности было реализовано более 10 микропроектов на сумму 176 650 долларов США в селах Нарынской области и Сусамурского Аильного Аймака. Основная цель всех этих проектов – сохранение окружающей среды, поддержка доходоприносяющей деятельности, вовлечение уязвимых слоев населения. В рамках инициативы «Бедности окружающая среда» для жителей Аильного округа было закуплено оборудование для очистки пшеницы. Все дело в том, что чистые семена и вообще семеноводская отрасль в растеневодстве является важной базовой отраслью. То есть использование чистых семян и лучших сортов в среднем по счетам ученых обеспечивает 30, а то и до 50% прибавки урожая. Если фермер использует неочищенные семена, нечистые семена, некондиционные семена худших сортов, то это говорит о том, что у него будет низкая урожайность, соответственно будут низкие доходы. Для получения максимальных результатов в борьбе с бедностью Proon и UNEP намерен сотрудничать с другими международными организациями. Для этих целей начнется распространение опыта проекта Японского агентства международного сотрудничества «Джайка. Одно село, один продукт» в Сусамырском Аильном округе. Первые шаги уже сделаны. Представители Японского агентства международного сотрудничества посетили Сусамыр и поделились своим опытом в реализации проекта. Я надеюсь, что это происходит. Потому что у нас есть много ресурсов, но только остальное – это эффект людей и группы. Поэтому если группы в УНЕП-группы работают хорошо, то возможно результаты получатся скоро. Теперь перед Proon и UNEP стоит другая задача – реализовать вторую фазу инициативы бедности окружающая среда, рассчитанную на 2014-2017 годы. Ключевой целью второй фазы является более эффективная реализация политики в области развития, планов и бюджетов, которые сочетаются с устойчивостью окружающей среды и сокращением бедности. Для получения дополнительных знаний в Кыргызстан были приглашены международные эксперты, которые успешно реализовали подобные проекты в своих странах. Основная задача встреч – это обмен опытом, который будет полезен для дальнейшей работы инициативы бедности окружающей среда. Такого рода мероприятия важны и полезны для всех сторон, говорят эксперты. Реализация инициативы бедности окружающая среда очень важна в решении проекта. И сегодня в Кыргызстане этим вопросам нужно уделять особое внимание.